Украшения и предметы первого тысячелетия до нашей эры обнаружили в Урнарском районе сотрудники Чувашского института гуманитарных наук. Там начались раскопки древнейших захоронений. Для исследователей это настоящая находка. Они говорят, предметы той эпохи им еще не встречались. Вместе с археологами на раскопки отправилась наш корреспондент Ирина Ромадова. Это место в Урнарском районе археологам показал Игорь Павлов. Он давно изучает историю Чувашии. Однажды ему рассказали, что здесь есть древние захоронения. Приехал, начал копать, обнаружил старинные украшения, но даже не предполагал, что они были сделаны во II-III веке до нашей эры. На я вот эти находки, я предоставил это специалистам, и они определили, что данные находки вообще бесценны для нашей республики. Они вообще единственные, найденные вообще в нашей республике, таких находок не было никогда здесь, Чувашии. А чем они ценные? Они вообще не ценные, они бесценны. Они закрывают белый лист между одной эпохой формирования нашей, получается, нашей земли, между другой эпохой. Сотрудники Института гуманитарных наук приехали сюда и не пожалели. Сразу же в отвале нашли элементы доисторического украшения и человеческий позвонок, которым более двух тысяч лет. А как так может быть, вот один человеческий позвонок, и вдруг рядом украшение, а где же тогда все остальное? Мы не можем вообще говорить о том, как они располагались, потому что, чтобы правильно раскопать погребение, нужно планомерно, слой за слоем расчистить большую площадь. Ощущение причастности к истории передалось и нашей съемочной группе. Я нашла бусину. Это стеклянная бусина, а внутри у нее фольга. Это Николай так рассказал. Мы такую же уже находили. Вот теперь я нашла еще одну. А с собой забрать можно, нет? Оказалось, нет. Каждая находка фиксируется и тщательно изучается специалистами. К раскопкам очень важно заранее подготовиться. Иногда на это уходит несколько месяцев. После разведывательных работ снимается первый шурф, так называемый культурный слой почвы. Когда археологи находят какое-то захоронение, им важно не просто поднять из земли вещи, а узнать, как они лежали, как связаны друг с другом. Тогда можно восстановить историческую картину. После шести часов работы лопатами, совками и руками в раскопе обозначилось так называемое могильное пятно. Это погребальная яма, по которой уже можно четко определить направление захоронения. И она по структуре почвы отличается от окружающей. И поэтому она хорошо достаточно читается. И вот мы здесь можем увидеть, как на светло-желтом песке материке проступило темно-серое могильное пятно, в котором, мы предполагаем, будет находиться костяк с погребальными украшениями и другими предметами. Судя по найденным вещам, это погребение женское. В нескольких метрах от него нашли еще одну могилу. Археологи предполагают, возможно, здесь несколько захоронений. И это только начало работ. Ирина Ромадова, Михаил Солин. Вести Чебокса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова